В Москве расследуют причины обрушения части балкона с жилого дома на Ленинградском шоссе. Все случилось недалеко от станции метро Войковская, там где постоянно ходит очень много людей. На пожилого человека упала часть конструкции. Он погиб. Репортаж Марина Светлой. Сейчас тротуар, где частично обрушился балкон, огражден лентами. Ходить здесь небезопасно, хотя некоторые это правило продолжают игнорировать. Местные жители утверждают, что с утра никаких ограждений не было. Якобы ремонт дома закончили больше месяца назад и все ленты сняли. Произошедшее попало в объектив камеры соседнего кафе. Сам момент удара остался за кадром, но видно, как об асфальт разбивается большой кусок лепнины. Следом падает прохожий. Мужчина скончался до приезда скорой. Личность погибшего уже установили. Им оказался 68-летний Федор Попов. Я вышла из метро, со станции метро Войковская. Иду прямо. Услышала, у нас тут ремонтная работа производится. Услышала, что упала сверху, как мне показалось, глыба какая-то. Увидела человека, который лежит в крови. Мужчина. Позвонил 112. Он говорит, так, так, мне нужно скорую помощь. Сначала, наверное, скорую, потому что надо еще полицию. Думаю, наверное, главное спасти человека, если это возможно. Жители района рассказывают, что по этому тротуару они ходят несколько раз в день. Это прямая дорога к метро. До станции Войковская около 200 метров. А это значит, что в час здесь проходят сотни человек. Это не капитальный ремонт. Это просто замазка щелей и всего. Наверху отлив над балконом. Вот мы пока разговаривали, вот тут снимали, вон оно оторвало. Вот это, что называется, капитальный ремонт. Работы велись над этим крыльцом почты. Никаких защитных средств здесь не устанавливалось. То есть вся штукатурка сыпалась прямо с балкона, вот где они там работали. Она сыпалась вся на крыльцо. Сам семиэтажный дом 1939 года постройки. Жители говорят, этого капитального ремонта ждали более пяти лет. Сейчас полицейские рассматривают несколько версий. Среди возможных причин обрушения сильный ветер. Также следователи проверят, не нарушалась ли техника безопасности. При проведении ремонтных работ выяснят, насколько качественно делался ремонт и какая квалификация была у рабочих. По данному факту, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве проводится доследственная проверка. В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В департаменте капитального ремонта Москвы заявили, что вместе с ГУВД уже создали совместную комиссию по выяснению причин произошедшего по итогам проверки. Если на это будут основания, то в отношении управляющей компании может быть возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Добавлю, это уже вторая подобная история за неделю. 1 декабря на Ленинском проспекте на женщину также упали обломки штукатурки. Она выжила, но попала в реанимацию. Аварийный балкон сразу демонтировали. По факту также проводится проверка.